Как сделать бархатные стены из вельвета? Как всегда наносим праймер, это мелкий кварц грунт для того, чтобы материал хорошо цеплялся за нашу поверхность. Оставляем сохнуть примерно на 5 часов. Затем наносим первый слой вельвет при помощи кельмы и шпателя, равномерно разглаживая материал по всей поверхности на толщину зерна. Не боимся оставлять разного рода ребра на большой стене стыки, так как все перекроет второй слой. Оставляем сохнуть. После полного высыхания наносим таким же образом второй слой имейджин вельветы. Второй слой наносится немного толще для того, чтобы материал настоялся и после этого у нас был более красивый рисунок. Разглаживаем равномерно материал по поверхности. Оставляем материал постоять примерно 5 минут. После чего, также при помощи кельмы, начинаем уплотнять наш материал. Уплотняем в разные стороны. Поверхность становится более гладкая. Затем берем чистую кельму опять же и начинаем создавать эффект бархата. Эффект бархата создается хаотично в разные стороны. Самое главное не оставлять рубцы от шпателя и от кельмы. Материал сам по себе создает крутой эффект. Наш образец готов. Мы получили бархатную поверхность в светло-сером цвете. Материал очень легко поддается мытью. Также используется на лестничных маршах, кухнях и местах повышенной эксплуатации.